Диана, сегодня даже необычно ты в черном, не в блескучем, не в закордонных вещах из последних коллекций. Что случилось? Ты понимаешь, в этом году, если кто-то был в Милане во время скидок, могли заметить, что странное что-то происходит. Ничего не было в магазинах. Поэтому я с гордостью сегодня надела платье украинского дизайнера. Как тебя занесло в Милан? Ты специально поехала на шопинг? Или, возможно, это была романтическая поездка кудись в Италию? Это была романтическая поездка, и гастрономическая, и поездка с целью что-нибудь прикупить. Я обожаю сыр Бурата. Его у нас в Киеве часто так вот не встретишь. Это типа подвид моцареллы. Очень калорийно, девушки. Ну, я не могу себя сдержать. Я когда вижу Бурату, я просто теряю рассудок. Ты поехала в Италию кушать сыр? Да. Мы с тобой разговаривали, что прошлый год для вашей семьи был очень тяжелый. И в том числе, это ваши семейные проблемы с банком, до которого вы поклали деньги, и банк вам эти деньги не вернул. Чи решилась эта проблема, и сейчас на какой стадии это? Проблема на стадии решения. Мы открыли уголовное дело, и я надеюсь, что мы действительно сможем привлечь силы максимальные для того, чтобы все-таки милиция решила этот вопрос. Потому что, на мое усмотрение, дело не ведется. Я не знаю, кто кому сколько там отстегнулся. Что за банк? Как не смешно, но это банк, лицом которого я была, и именно исключительно по дружбе. Во время того, как мой муж находился в Израиле, он мне дал задание положить деньги в банк, потому что ты уезжаешь на кастроли, и дома нет никого. Но это опасно. Когда в какой-то прекрасный момент мы пришли из самого, в кавычках, надежного банка собирать свои деньги, в нашей ячейке ничего не оказалось. И на самом деле я знаю уже, что такое бывает, у людей действительно пропадают деньги, украшения, документы. Ну, доказать ничего, в принципе, сложно что-либо доказать, потому что нет описи того, что ты кладешь. Мало того, я узнала, что в этом банке начальница отделения уголовная. За такое же дело уже отсидела срок. А сейчас она начальник отделения. Во-первых, это противозаконно, а во-вторых, Юля, я открою эту тайну. Мы найдем, что это сделали вы. Вот так вот вам обращение. Сколько вылыкается сумма грошей? Это много денег, которые мы зарабатывали своим тяжелым трудом, вот так вот молодой семьей. Конечно, для нас это потрясение.